готовясь с вами поделиться новыми отрисовками кухни это как обычно все еще не точные варианты я просто просила скажем так показать не свизуализировать как бы смотрелись фасады например прямые без всяких там украшаловок филенчатые разные цвета и разное расположение вот например сверху гладкие фасады до потолка шкафчики они симметричные по размеру нижних шкафов вытяжка она как бы так обрамлена получается окно перекрыто цветом мало следующий вариант попросил убрать шкафчик у окна вышло хуже понимаю что шкафчик у окна должен быть но впоследствии решили что он будет просто вровень с вытяжкой конечно света мало но у меня есть такая идея откоса оформить в зеркале не знаю сколько это встанет вообще делается так это в конце ремонта или нет наклеиваются так зеркала но вот здесь вот есть просто такая возможность наклеить и мне кажется дал бы больше света в общем просто показываю вариант это просто гладкие фасады вот как раз в ровень с вытяжкой верхний фасад ручки условные то есть не такие они будут естественно и не факт что шкафы такими будут просто внешний вид показываю тут уже не моя самодеятельность просто вот несколько вариантов цветастых кстати мне этот вариант понравился если подобрать фасады с сочетании со столешкой будет круто другой момент что мы опять что-то как-то сомневаемся может быть придется все таки каменную столешницу делать 7 пятниц на неделе вот синим цветом вообще прикольно если цвет взятый с фартука то может быть и неплохо но синюю кухню категорически не хочу потому что на прошлой квартире такое было то есть явно не то сюда бы подошел бы и там зеленый оливковый цвет но я не люблю зеленый оливковый цвет в общем я против вот такого цветового буйства хотя смотрятся безусловно даже с белыми фасадами нормально синий вот тоже шкафчик над посудомойкой либо делать его распашным либо одинарным скорее всего будем делать одинарным как симметрия так проще наверное будет и сразу могу сказать вот на синей кухне это кстати заметно что здесь фасады просто вот прямые без всего они плохо смотрятся фартук обязывает и плитка на полу обязывает какую-то вычурность в фасадах вот тоже неплохой вариант но мне с белым больше понравилось то есть возможно а может быть вообще местами поменять дерево внизу сверху как-то так ты наверно по второму кругу что ли пошло тут я фотошопе сидела убирала ручки примеряла как раз таки если делать скрытые ручки какие-то например на фасадах и это не смотрится с этим фартуком абсолютно то есть к сожалению если будет белая столешка если фартук менять цвет стен то может быть и был из ну и и пол конечно то здесь все надо менять для такой кухни скорее всего вот такая филенка филенка она будет вопрос в цвете либо дерево с белым либо просто целиком белая будет мне кажется уже все знают что такое черная пятница и что в этот день проходят распродажи кучу всего по диким скидкам можно приобрести одежда обувь игрушки техника ну а я в свою очередь рассказываю вам про книжки лабиринт точка ру тоже проводит черную пятницу однако это не маленькая жалкая пятница а целая черная неделя то есть скидки с 22 по 27 ноября скидки будут доходить аж до 45 процентов ну то есть на разные скидки разные книги ассортимент огромный вы сами знаете и учитывая то что конец ноября мне кажется это прекрасная возможность закупиться именно новогодними уже подарками уж не знаю будет и новогодняя там распродажа но сейчас тоже это можно сделать тем более целая неделя дается на подумать сформировать себе корзину определиться с тем что же нужно это не день когда ты лихорадочно выбираешь книгу там пытаешься и урвать есть целая неделя для моих зрителей конечно же есть и промокод такой маленький бонус такая симпатичная сумочка вот так она выглядит при покупке от полутора тысяч рублей нужно будет ввести промокод мира и вам эта сумочка придет в подарок в любом случае мне очень приятно рассказывать про какие-то книжные акции и будет за неприятнее если эта информация вам окажется полезной и вы сможете по скидкам найти какие-то важные интересные для вас книги ну себя для близких или в подарок так что всю информацию я продублирую еще раз в описании к этому ролику оставлю ссылочки по которым можно переходить на сайт labirint.ru удачных покупок еще один момент который хотелось бы обсудить это то что у меня к сожалению не получилось снять ролик про таблетки для посудомоечных машин и всякие разные там порошки у меня было много на тесте и я их все протестировала на камеру отсняла но впоследствии я сидела монтировала подбирала там картинки к этому видео поняла что я очень некомпетентна в этом вопросе потому что хотелось бы наверное в таблетках или в сравнении во первых цены во вторых состав там его экологичность правильность должна быть какая-то стандартная загрузка посуды а у меня на каждый раз была разная и бытует такое мнение что разные машинки предпочитают разные средства и таблетки вот например у многих самый такой ядреный финиш он вроде как всем нравится и все хорошо с ним а у меня он постоянно что-нибудь не отмывает то есть самый клевый щит ну как считается таблетки у меня не работают мои машинки хоть ты тресни на всяких разных режимах гоняла не получалось так что боюсь что этот ролик у меня провальный все что я там тестировала все что я снимала все что я обещала вам показать все провально могу просто рассказать сейчас чем пользуюсь пользуюсь обычно таблетками сам от вот и все либо таблетки либо порошок порошок и все и обычно по акциям покупаю очень выгодно порошок так вообще там просто купил три килограмма и просто он служит миллион тысяч лет вот а таблетки сам от еще и делится неплохо так пополам единственное что у них там такая серединка она выпадает ну и все наверное что можно сказать доброе садик кого ты берешь садик тебя баба везет в садик и слоненок это просто чудо какое-то какого тебе водить ребенка с утра сонно пока хорошего дня все во благо режима а это прекраснейшая возможность действительно в тишине попить утренний кофе я не знаю сколько это у нас продлится я думаю что не так долго началось все с того что мира что-то задала очень тактичный вопрос почему это мама так много меня водит в садик папа а ты меня не будешь в садик ну и у папы самолюбие за дело поверх но вообще на самом деле все в режиме дело ему просто нужен повод для того чтобы утром подняться и не залипать помощи свои игрушечки вот когда он будет ребенка в садик он с утра часика там два поиграет и работать вот кстати хотела показать насколько увлажнитель электролюкс больше чем баллу в два раза в него вмещается там 6 лишним литров воды я короче на него буду делать отдельные видео обзор чтобы во влоге вас не напрягать всем этим также как и на баллу делал отдельные видео которое в принципе очень многим насколько я знаю по отзывам помогает так и на этот сделаю про этот есть что рассказать потому что он очень умный очень нафурычный например он важность определенную достигнет 55 процентов и перестанет работать потом опять включится как только влажность падает постоянно каждую минуту считывает это очень круто сейчас пока он в детской я потом его перенесу в нашу комнату мне интересно какая там у нас проблема какая там влажность у нас тут зои спасибо мы тут зои играемся карточки как обычно разбираем вообще зои только проснулась но она как-то любит поваляться что фу фу я где фу я короче не успели мы вылечиться от одной болячки нового подхватила что я тут перманентно с болеющими детьми с капризными детьми так что акцентировать на этом внимание не будет правильно постельный режим у нас продолжается играем с лисичками мне кажется я поселюсь скоро на зои на кровати потому что она меня не отпускает и я все время сижу с ней при этом выяснилось что она боится скорее всего этой люстры она все время не тыщет пальцем люса люса вот идти по прячемся это дело запихивается на пальчиков полезно ковыряться здесь что-то лепить особенно вот сейчас когда на улице грязно песочницы ужасные вот именно на такой сезон это и актуально ты мне звездочку сделаешь дальше традиционно учимся закрашивать как выходит она вот эти все предметы называет к ну говоришь ей круг она к говоришь квадрат она к говоришь треугольник она к отлично скучно снимать развивашки честное слово поэтому на этом наверное все на сегодня остальное без камер ну давай все ты потом сложи обратно ток начинается единственное что полезное сделала потокила карандашики умничка сиечка что зоя устала рисовать уже играется с кухней пытается мне рыбу скормить и кукулку лол нафаршировать видимо возвращаемся с дневной прогулки заодно ходили магазин молоко закончилось закупилась тут на целых 200 рублей натрия хлорид 400 миллилитров шприцы проще всего для промывки женщин кстати вспомнила о том что у нас вот этот или или у таракок он растет у нас на даче он зараза ужасно колючий разросся кошмарно и я там даже пару веток нижних срубала но однозначно заготавливать корни этого или таракока гораздо геморрони нежели чем купить блин сразу в таблетках хотя наверное польза там больше ну в общем я не садовник огородник до такой степени чтобы этим заниматься у меня сегодня рыбка что-то я забыла поснимать что там внутри там лук морковка помидорки перчик чеснок немножко оливкового масла заливаю все томатами сейчас из банки есть томаты и порезанные соль перец травки какие не добавлю типа тимьянчик например рис сварю отдельно это все сейчас в духовке быстренько прогрею это быстро готовится минут 15 наверное на 200 градусов или 180 а может минут 30 не знаю что смотреть по рыбе выходят дети из театрального занятия все разукрашенные кто мышка кто львенок прикольно и таким тоже они там занимаются покажу зоя бедная несчастная уже устала нам холодно ужасно хотим домой скорее проверка краски прошла успешно полоса наносу да как это счет отмывать интересно сегодня будем сегодня ванна купаться и как смыть жена на земле то хочешь мы что я хочу снова чебуреки сто лет их не готовила тесто уже готово сейчас отправится отдыхать к сожалению муки у меня было совсем совсем мало грамм 300 наверное поэтому этого фарша даже многовато для этого количества теста но я скатаю фрикадельки заморожу остатки здесь у меня кинза люблю именно с кинзой почему-то лук который я сейчас взблендерю немножечко потому что я укроп на нарезала чуть-чуть чтобы он был как как давлены после мясорубки и специи соль перец да и все наверное это к слову зачем замораживать остатки например бульона там куриного или на говядины сваренного на косточке вот как раз таки вот в чебуреки вместо воды бульончик добавлять самое то когда он заморожен порционно такими небольшими кубиками берешь три-четыре кубика размораживаешь их пожалуйста добавляешь в этот фарш все прекрасно когда мне появится новая кухня я позабочусь о том чтобы у меня была возможность как-то ставить камеру и снимать что что я конкретно делаю то есть там например перемешиваю и убыстрять эту съемку для видео чтобы рецепты были какие-то наглядными вот еще я хочу попрактиковать такой момент чтобы не в видео не рассказывать о том что я взяла 325 миллилитров воды 5 грамм сахара и т.д. и т.п. а просто прописывать это все в описании там или в комментариях то есть вот граммовочку а на видео просто делать так вы как бы получается наглядно видите что зачем идет и открыл описание посмотрел точные пропорции как-то так я думаю может быть у нас будет с мужем какой-то отдельная кулинарная рубрика конечно же вы все понимаете что я не придумываю рецепты все рецепты уже написано до нас и если что-то и готовить это повторять за кем-то я думаю что мы будем брать какие-то рецепты какие вот нам прям хочется сейчас приготовить и как-то он мне поможет съемках и суточками а я буду вкусно есть у меня тут отдыхают комочки кстати катаются без муки вообще раскатываю и такой миской себе формирую кружочки а то я раскатывала криво все классная податливая пропорция для теста получилось не прилипает ни к столу ни к чему очень здорово сковородка у меня уже греется дети у меня уже отжимают куски теста ожидаем скалка а формирую вот такой формы вилкой прижимаю кусочки не знаю сколько у меня тут выйдет явно немного ну как раз там по чебуреку девчонкам мне один чебурек ну и мужу три-четыре процесс жарки это уже готовые хрустящие будут 12 чебуреков из 300 грамм муки 300 грамм муки вот фарш конечно же остался в разрезе выглядит вот так тесто хрустящее все сочное сок ну это бульон вытекает очень вкусно наивная фрося думала одним обойдусь ага 4 прям сразу блюд рисовашки на кровати где же еще можно рисовать правильно на столе например правильно ты говоришь ну да что у тебя это дверь до дверь у 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